Это фирменный роллер. Скажи, пожалуйста, вот юниорки и женщины, они бегут на Марвах, именно как бы на Финске. На Марве. На Марве. Это финская, получается, компания. Почему именно с женщинам достались эти роллеры? Дело в том, что существует контракт с ВИО-компанией Марве, и он делится с компанией СРБ, немецкой компанией, которая тоже является производителем лыжер-роллера. Ну вот почему именно это? Это что? Ну, чисто в случае там что-то разыгрывается, что... Нет, нет. Дело в том, что я могу сказать о нашей компании. Она имеет очень долгую и давнюю историю. Качество данных роллеров очень высокое. И это подтверждается тем, что многие фирмы, многие страны, участницы различных турниров, в лыжных гонках, в пиатлоне, используют данные роллы от Марвы. Просто я где-то слышал, может быть, у меня ошибочное мнение, слышал, что якобы Марвы более медленные, а вот немецкие вроде как более быстрые. Чтобы обезопасить женщину, вроде как дали им финские. Нет, это не совсем так. Дело в том, что наши роллеры имеют несколько видов подшипников, как быстрые, так и медленные. То есть просто нужно выбирать под игре необходимый подшипник, который будет давать необходимое скольжение безопасное для участников, для атлетов. А вот скажите, какая марка роллеров была использована здесь, и почему выбрали для Уфимской трассы именно эти роллеры, этой марки? Значит, я не думаю, что это конкретно для Уфимской трассы. Дело в том, что эти роллеры использовались на прошлом чемпионате мирового места. Данный вид роллеров производится на алюминиевой платформе для большей жесткости. Но мы также производим роллеры на карбоновой основе, но они более мягкие и имеют пружинистую основу. Но для того, чтобы стартовать, выбрали именно алюминиевую пару, алюминиевый вариант роллеров. Ясно. Вот с этого сезона, по-моему, или с прошлого сезона отменили деревянные подставки при стрельбе. То есть когда можно было спортсмену встать, ну, четко встать. Сейчас они, получается, стреляют с резиновых колес, и многие, как бы, ну, тоже, как бы, приспосабленность, но все равно есть какая-то неуверенность, есть какая-то шаткость. Таким образом, вот, Марвы решают этот вопрос именно при стрельбе, вот, устойчивость. Марвы выпускает паучуковые колеса, которые в дождь довольно-таки устойчивые, и основным качеством роллеров Марвы является устойчивость дождливой погоды. А, то есть на стрельбу вы так сильно на стоянии не заморачиваясь? Нет, у нас нет какой-то особой установки для того, чтобы изготавливаться для стрельбы. Ясно. Вот сейчас очень много разговоров идет по летнему биатлону, и говорят, что якобы это, может быть, даже последний чемпионат мира, там вроде какие-то идут разговоры. Насколько сильно это ударит по вашему бизнесу, закрытие летнего биатлона роллерного? В любом случае, любое участие на таком уровне соревнований дает, конечно, большой импульс для продаж в различных странах мира, в том числе и в России. Но я думаю, что компания Марвы не потеряет слишком много, потому что качество роллеров очень высокое. И на данном виде материала стартуют норвежские, финские, немецкие атлеты. И даже те, кто стоят на других видах роллеров, предпочитают именно наши. То есть, получается, в принципе, вы ничего не теряете, даже если этот спорт закрывается? То есть это будет тренировочный инвентарь для подготовки лыжников в биатлоне? Совершенно верно. Это будет так, но в любом случае это будет очень жаль, так как данные соревнования просто очень хорошие и являются действительно продвижением всего, любой индустрии на территории России и других стран. Рассвещено. Спасибо большое. Спасибо.